Лавки, исходы, светло с балкона, Ринни, двери, вечерня в том, А снова там, где нам все знаём, О, боли мы в домах, добре кожному з нас, Кожному з нас, боли мы в домах. Ой, не могу уже дождаться нового года. А вернуться бы в детство, да, когда тебе лет семь, когда ты ещё не знаешь, что Деда Мороза не существует, когда лифчики носить не нужно. Ну, не знаю. Мне родители ещё в четыре года сказали, что Дед Мороз это выглядит. Какие они у тебя жестокие. А я всегда это подозревала, потому что у твоего папы губы тонкие. Почему жестокие? Они поступили правильно, они рассказали мне правду. Я им очень благодарен. Бедненький. Ну, хоть три счастливых года у тебя было. Так что, получается, после четырёх ты не становился на табуретку, не рассказывал стихи. Не рассказывал. Учил, но... А письма Деду Морозу писал? Ну, в первое время, конечно, писал. Даже сам на почту относил. Думал, мне всё-таки ответит. Нет, нет, нет. Все дети в хоровод будет кричать, Дед Мороз, Мороз. А я один сижу, отдельно. В костюме зайчика. И я это чётко понимаю. Я осознаю, что это никакой не Дедушка Мороз. Это наш сторож, дядь Коля. О, бедненький. Слушай, а хочешь, я прямо сейчас позвоню твоим родителям и просто скажу, что они тебе детство испортили? Нет, нет, не надо, Катюш. Ничего уже не исправить. Они хотели как лучше. Всё нормально, всё уже в порядке. Дорогой Паша, пишет тебе Дедушка Мороз. Извини, что так долго не отвечал. Ты же знаешь, как у нас работает почта. Я действительно существую. У меня красивое красное приталенное пальто, густая стильная борода, но не об этом. Все эти годы я следил за тобой и понял, что ты именно тот, кто сделает мою внучку Снегурочку счастливой. И вот уже больше года она твоя девушка. Береги её. С ней твоя жизнь превратится в сказку. О, ты же дома? Спасибо тебе за письмо. Ты получил письмо от кого? Ты и в самом деле моя сказка. А что, сильно понятно, что это я писала, да? Слушай, а давай не пойдём к твоим родителям праздновать Новый год? Почему? Просто им Дедушка Мороз тоже письмо написал, только гневная. Ну, молодец. Наконец, новый унитаз поставил. Большое тебе спасибо. А этот старый, давай, выноси на мусорку. Как говорят, встретим Новый год с новым унитазом. Надюша моя, родная моя. Послушай, может, не будем выбрасывать старый унитаз, а? Я же так к нему привязался за эти годы. Прямо как он от сердца отрывает. Ну, не валяй ты дурака, его там давно надо было выбросить. Надь, ну, ты знаешь, у меня с ним связано так много светлых воспоминаний. Сколько я вот, сидя на нём, в этих книжек умных прочитал. А можно даже тебе сказать, что я высадил на нём свою эту… эрудицу. Не начинай мне тут рассказывать свои унитазные баллады. Взял и вынес на мусорку. Надя, ну как можно на мусорку вынести практически члена семьи? С ним же столько воды утекло. Он может подспорьем ещё послужить в нашем хозяйстве. Каким подспорьем? Ну, этим, как он, эээ, ну… Посудня-то глубокая, эээ, слышишь, прям эхо оттуда идёт. Можно орехи им в нём хранить. СМЕХ СМЕХ Всё! Я сказала… Надя! Погоди. Надя, я чувствую, вот пришло время рассказать тебе эту страшную правду. Значит, в восемьдесят пятом году, в одна тысяча девятьсот восемьдесят пятом году у меня на военном складе хранилось золото Комбардин. Ты переставел. Надя, Комбардин. Понимаешь? Когда его тайно ночью вывезли, я это местечко подмёл и намёл это семь совков золотого песку. И, конечно, растерялся. Врадовался, но растерялся. Думал, куда его, что с ним, не по карманам же его. Вот, ну, Гриша же, голова, вылил из него этот унитаз. Что лапшу ты мне на уши вешаешь? Скол, видишь? Фаянс. Вынеси его к чертовой матери. Ты не выводи меня из себя, Гриша. Ладно, ладно. Артист. Ну, не могу я, Надя, пойти против своей природы. Не могу. Бакулина – это человек, который вносит в дом, а не вносит из дому. Да объясни ты мне, зачем нам второй унитаз, когда у нас с тобой в квартире санузел один? И к тому же скол Гриша. Последний раз, говорю, на мусорком. А я бы из него беда сделал. Ой, Господи. Борщ мой, какой ты молодец. Ёлку уже нарядил. Красавица. Очень красиво. Только что-то тут так много мишуры, надо темно же. Это… Гриша. Надя, он так минералами пропитался, что ёлка будет стоять, как живая, до августа месяца. Фи-фи-фи-фи. Вот фильм, а. Хе-хе-хе. 20 раз дивлюсь, а 20 раз нравится. Мама, а что вы еще тут? Я же думал, вы пошли до Иллинишне встречать Новый Рек. Да ты знаешь, до ней несподівано родичи приехали, так би мовити, сюрпризом. Ну я так подумала, ну чего я буду ей там заважать, а? Я лучше дома сама посиджу. Сама? А вы, вы когда идете? Так скоро, мы через сколько? А, через годину. А, сейчас. Тарасик, слушай, пока вы еще не пошли, ты мне настрою Колю Баскову, а? Давай, я сама не впораюсь. Ого, смотри. О, ой, слушайте, дети, давайте я вам з собою оливье дам. И еще, о, оселеце под шубой, и капустки квашеною, и огурочки, и грибочки, господи, я ж столько не готувала, я ж на всех готувала, а наше воно мне самим треба. Я краще вам віддам. Ти про те саме думаешь? Угу. Сейчас, наверное, какая-то всякая ситуация, что я как-то не по себе. Слушай, никогда не думала, что так я скажу, но мне не хочется ее саму лишать. Чушь, ну давай не пойдем? Давай. Заболели, все. СМС наим? Так, кашляем там, чижим. Ти, ну, не фашли. Аммай, буди прийти. Тихо. Тільки дивіться, мені судочки назад принесіть. Угу. Случайно. Навіть якщо не принесете, нічого страшного. Тримай. Наталя, будь дальше. Ми оце з Тарасом подумали, і вирішили, що Новий рік – це перш за все сімейне свято. Так? І подумали. Так, і я, я вирішив, яка ж свято без вас, мама. Угу. Так. Ой, так це що? Ви нікуди не підете? Угу. Ой, і ми разом з вами будемо дивитися Колю Баскова. Так. Чув. Так що ти сидиш, Тарас? Або швиденько вставить, пішов на кухню, викладаєш все судочки у салатники. Швиденько, і накриваємо на стіл. Давай, 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 давай. А ти чого розкерчалась? А ну давай, пігом за ним. Накриваємо всі на новорічний стіл до нового року дві години. Оксана, а цей блеск твій? Мій. Спасибо. На здоров'я! Давай, давай. Швиденько! 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 Обязательно не сбудется. А я не успела. Пирожуль, включи еще раз куранты, я попробую беззапятой написать, а? Катюш, я уже пять бокалов выпью. Может, в этот раз ты сама? Нет, только вместе. Это же Новый Год. Давай. Так. Там, где сакуры, гейши пьют соке. Говорили мы, самураями. Телевизор. Освободи телевизор. Сейчас меня президент поздравлять будет. Я люблю тебя, Настя. Обязательно надо было встречать Новый Год по японскому времени. Я не поняла. А что это ты елку разбираешь? Сейчас же только двенадцатая. Мы с тобой собирались завтра Старый Новый Год интеллигентно встретить. Славик елку видел? Ну? Видел. Насладился? Насладился. Все. Все, Надя, она меня злит, эта елка. Ты понимаешь, она вселяет в мою душу ложные ощущения праздника. Таким образом вызывая непреодолимую тягу к алкоголю. Тягу к алкоголю я могу сбить за один день с калкой. Это очень эффективный метод. Да. Поэтому возьми вот все, что ты снял, и обратно повесь. А я посижу и понаблюдаю, как ты это все сделаешь. Давай. Умная, да? Да. А как ты могла вообще у меня уговорить и купить вот это искусственное дерево? А? Когда возле собеса такие красавицы силенеют стоят, живые и бесплатно. Пол пенсии в искусственную елку. Что ты бурчишь, старичок? Как тебе не стыдно? Природу беречь надо. Надя, в наше сложное экономическое время, когда ВВП рушится вместе с парилем, надо деньги беречь. Да? Тебе не деньги беречь надо. Тебе себя надо беречь от старческого маразма. Что изменится, если еще денек, другой, постоит наша красавица, елка? Вот ты сама назвала это кодовое слово. Денек, денек, Надя. За один денек такое может произойти, что мама дорогая. Ой, Надежда. Сейчас, сейчас все поймешь. Так, ну, Надя. Так. Куда ты смотришь? Куда ты смотришь? Алло. Здрасте. Скажите, я туда попал? Ну, это магазин? Ага. Меня зовут Григорий Бакули. Очень приятно. Тут такой вопрос. Мне надо елочку вернуть взад. Ну, в смысле, обратно ее к вам в магазин. Так. Это почему же? Вы знаете, я могу сейчас напрямую связаться с министром. Сейчас, это, я потребитель. И знаю, как потреблять. Вы вот, у вас тут в инструкции на эту елочку было написано, «Елочка, длительное время будет пахнуть лесом». А она не пахнет лесом. Она вообще непонятно, чем пахнет. Иногда вот стоять рядом невозможно, такой запах. И потом, вот тут вот написано, что я могу вернуть товар в магазин при наличии чека. Вот, у меня чек есть, видели? Вот, при наличии чека через 14 дней. 31-го было приобретено. Вот, и сегодня обратно. Так что, вписываемся, так сказать, в график. Все. Мы выезжаем. Кто мы? Я и Ёлка. Да, дети. КОНЕЦ